Конец II века до н.э. Время великих перемен и потрясений. По всей Европе двигались племена, гонимые сложным переплетением причин. Одной из самых могущественных из этих мигрирующих групп были кимвры – германское племя, которому суждено было столкнуться в жестокой схватке с Римом. Кимвры вместе со своими союзниками Тевтонами и Амбронами пришли из Северной Европы. Эти воины внушали страх своей мощью, силой и свирепостью в бою. Они странствовали со своими семьями и скарбом. Огромная орда, ищущая новые земли для поселения. Римская республика в то время продолжала расширять свое могущество. Римляне были дисциплинированной и хорошо организованной военной силой. Но с таким противником, как кимвры, они сталкивались впервые. Готовилось столкновение цивилизаций. Их миграция приведет к прямому конфликту с Римом, испытанию на прочность римской мощи и стойкости. Кимвры и Тевтоны были не просто шайкой мародеров. Это был кочевой народ, странствовавший со своими семьями, скотом и пожитками. Их численность является предметом споров историков. Но древние источники говорят о сотнях тысяч людей, находившихся в движении. Кимвры были умелыми воинами, закаленными суровой северной природой. Они сражались с ужасающей свирепостью, владея мечами, топорами и копьями, с убийственным мастерством. Эти воины сражались не за славу или богатство, а за выживание своего народа. Эта отчаянная решимость делала их еще более грозным противником. Тевтону, другое германское племя, стали их близкими союзниками. Вместе они образовали огромную силу, которая прокатилась по центральной Европе, оставляя за собой след разрушений. Столкновение этих двух держав станет определяющим моментом в истории Рима, испытанием его военной мощи и решимости. Первое крупное столкновение между римлянами и кимврами произошло в 113 году Донеже Эрер в битве при Нореи. Римский консул Гней Папирий Карбон двинулся на север навстречу кимврам, будучи уверенным в римском оружии и дисциплине. Он недооценил своего противника. Кимвры, лучше знавшие местность, предприняли внезапную атаку. Во время битвы разразилась сильная гроза, которая обрушилась на римские легионы. Римские ряды дрогнули, и они были разбиты, понеся большие потери. Поражение при Нореи потрясло Римскую республику. Кимвры оказались грозным противником, способным победить даже легионы. Кимвры, ободренные победой, продолжили свой путь на юг, приближаясь к Италии. Победа при Нореи имела далеко идущие последствия. Кимвры, ставшие реальной силой, получили возможность свободно передвигаться по Галии. Римская власть в этом регионе и без того непрочная была подорвана. Многие племена восстали против своих римских поработителей, что еще больше усилило хаос и беспорядки. В течение следующих нескольких лет кимвры и их союзники бесчинствовали в Галии. Они грабили сельскую местность, разбивали посланные против них римские армии и сеяли ужас по всему региону. Римский сенат, отчаявшись найти выход, наделил своих полководцев чрезвычайными полномочиями. Успех кимвров был обусловлен не только их военным мастерством, они были мастерами психологической войны. Рассказы об их размерах, силе и жестокости распространялись как пожар, деморализуя врагов еще до начала сражения. Легионам предстояло адаптироваться к этой новой угрозе. Поворот кимвров на юг – угроза самому Риму. Утвердившись в Галии, кимвры повернули на юг, к сердцу Римской республики – Италии. Паника охватила Апеннинский полуостров. Римляне не сталкивались с серьезным вторжением на свою родину уже несколько столетий. Продвижение кимвров не было прямым маршем на Рим. Сначала они вторглись в Испанию, разбив там римскую армию. Римский сенат, отчаявшись защитить Италию, собрал огромную армию, самую большую из когда-либо существовавших. Командование этой армией было поручено Гаю Марию – опытному и честолюбивому полководцу. Его назначение стало поворотным моментом в истории Рима. Гай Мари – полководец, закаленный в кризисе. Гай Мари был продуктом своего времени. Родившись в богатой семье в Арпенуме, он прошел все ступени римской армии, проявив себя способным солдатом и блестящим тактиком. В отличие от многих римских военачальников, Мари понимал простого солдата. Он разделял их тяготы, заслужив их безграничную преданность. Мари понимал, что римские военные традиции не соответствуют вызовам со стороны кимбров. Он провел масштабные реформы, превратив римскую армию в более профессиональную и мобильную силу. Он улучшил подготовку, стандартизировал снаряжение и сделал легионы более мобильными. Пожалуй, самой важной его реформой было введение когортной системы, которая дала римской армии большую гибкость на поле боя. Эти изменения превратят римскую армию в силу, способную покорять огромные империи. Мари готовится к войне новый тип легиона. Мари понимал, что для победы над кимбрами требуется нечто большее, чем простое мужество. Ему нужно было переобучить и перевооружить свои легионы. Превратив их в силу, способную противостоять этой новой угрозе. Он ввел жесткий режим тренировок, безжалостно муштруя своих солдат. Он принял спорное решение облегчить снаряжение легионеров, за что они получили прозвище «Ослы Мария». Эта реформа значительно увеличила скорость передвижения армии. Марий также стандартизировал легионный меч и улучшил конструкцию пилу. Эти реформы в сочетании с тактическим гением Мария окажутся решающими в грядущих битвах. Римская армия стала более легкой, более жестокой боевой машиной, готовой защитить Рим от любого врага. Битва при Аквах Секстиевых. Разгром кимвров. Кимвры, опустошив Галлию и Испанию, наконец перешли Альпы и вторглись в Италию в 102 году до наешиоэры. Они разделили свои силы, отправив большой отряд в атаку на самого Мария, в то время как основные силы двинулись на Рим. Однако Марий ждал их. Он тщательно выбрал позицию, укрепившись на сильной позиции у Аквах Секстиевых. Кимвры, уверенные в своей численности, атаковали римский лагерь. Их встретила дисциплинированная и сокрушительная оборона. Римские легионы, сражавшиеся с яростью загнанных волков, отразили атаку кимвров. Марий начал контратаку, отбросив кимвров с большими потерями. Угроза Риму со стороны кимвров была фактически ликвидирована. Последний бой Тевтонов. Битва при Верцелах. Несмотря на сокрушительное поражение при Аквах Секстиевых, кимвры еще не были разгромлены. Бойрикс, не зная о катастрофе, продолжил наступление на Рим. Марий, перегруппировав войска, двинулся на север, чтобы противостоять этой последней угрозе. Две армии встретились в 101 году до Найжерер у Верцел. Равнинная открытая местность благоволила римским легионам, позволяя им использовать свое численное превосходство и маневренность. Кимвры, чьи ряды поредели, сражались с мужеством отчаяния. Римские легионы, построенные в новом когортном порядке, наступали с неумолимой дисциплиной. Кимвры, окруженные и уступающие в численности, были перебиты почти до последнего человека. Победа при Верцелах ознаменовала собой конец Кимврской войны. Плоды победы, наследие Мария. Победы при аквах Секстиевых и Верцеллах имели глубокие последствия как для Рима, так и для Гая Мария. Марий, провозглашенный третьим основателем Рима, был на вершине своего могущества. Он отпраздновал свои триумфы с невиданной пышностью, проведя пленных вождей Кимвров и их сокровища по улицам Рима. Его военные реформы доказали свою эффективность, и римская армия стала самой грозной боевой силой в мире. Однако победы Мария посеяли и семена будущих конфликтов. Его решение открыть армию для безземельной бедноты создало новый класс профессиональных солдат, преданных своему полководцу, а не государству. Это будет иметь глубокие последствия для будущего Римской республики. Кимврская война стала поворотным моментом в истории Рима. Заключение. Римская республика выстояла. Кимврская война была столкновением цивилизаций, борьбой между растущей мощью Рима и мигрирующими ордами Севера. На протяжении более десяти лет кимвры и их союзники терроризировали Европу, разбивая римские армии и угрожая самому сердцу республики. Победа Рима обеспечила сохранение римской державы и позволила продолжить экспансию республики. Война оказала глубокое влияние на Рим. Она привела к значительным военным реформам и появлению нового поколения лидеров. Она также обнажила внутренние слабости республики, подготовив почву для гражданских войн, которые в конечном итоге приведут к ее падению. Кимвры, хотя и были разгромлены, оставили свой след в истории. Кимворская война стала поворотным моментом в древней истории, определившим судьбу Рима и ход западной цивилизации. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...